В Германии с нового года выросла облата труда. Правда, размер зависит от места жительства и даже пола. Немцы активно переходят на использование альтернативной электроэнергии. ФРГ уже построили тысячу новых ветряных турбин. Немцы хотят принимать чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Немецкий футбольный комитет уже подготовил заявку на участие. Маленькая панда из зоопарка Таронго в Сиднее, получившая серьезную травму шеи, здорова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно реально получают на руки немецкие наемные работники. Больше половины из них сейчас зарабатывает в месяц свыше 2,5 тысяч евро. 3 612 евро – это среднестатистическая номинальная заработная плата до вычета налогов и социальных отчислений. Чистыми на руки обычно получают на 30-40% меньше. Немецкие СМИ проанализировали, что каждый второй из 31 миллиона зарегистрированных в ФРГ наемных работников зарабатывает свыше 2,5 тысяч евро в месяц. А 3,5 миллиона человек – это 11% работающих по найму – получают более 5 тысяч евро. Вместе с тем каждый четвертый получает максимум в 1600 евро. В два с лишним раза меньше средней зарплаты по стране. Особенно велика доля низкооплачиваемых на востоке Германии, так как на территории бывшей ГДР слишком мало крупных и даже средних промышленных предприятий. По данным Дестатис, всего в ФРГ сейчас работают почти 44 миллиона человек. 31 миллион – это наемные работники. Германия активно переходит на использование альтернативной электроэнергии. Вдоль побережья Северного моря появился целый парк ветряных турбин – 845 генераторов. До этого тут уже установили около тысячи гигантских ветровых турбин. Прибрежные ветровые генераторы зарекомендовали себя в качестве третьего компонента энергетической системы. Общая мощность появившихся на берегу Северного моря турбин – 3769 мегаватт. Это соответствует мощности четырех стандартных электростанций. Власти ФРГ планируют до 2020 года строительство прибрежной ветроэнергетической отрасли. А строительство солнечных электростанций на суше будет продолжаться высокими темпами. Энергия, которую будут вырабатывать прибрежные турбины, будет значительно дополнять выработку солнечных электростанций. Они являются сейчас вторым по величине источником чистой энергии в Германии. Сейчас солнечная энергетика заполняет 6% всей добычи электроэнергии. Прибрежные ветрогенераторы дают пока только 2% энергии. Хотя первый солнечный полигон был открыт в 2010-м, а прибрежный ветропарк начал строиться только в 2013-м году. Немецкий футбольный союз объявил о том, что Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Такое решение футбольный союз ФРГ принял на заседании президиума во Франкфурте. Чемпионат Европы 2024 может стать важным проектом для всего немецкого футбола. И мы предоставим первоклассную заявку и гарантируем, что выборы 10 стадионов для турнира пройдут в рамках понятного и прозрачного процесса, заявил президент Союза Райнхард Гриндель. До 3 марта немецкий футбольный союз должен предоставить УЕФА официальную декларацию о намерении провести Евро-2024. А осенью этого года президиум Союза выберет 10 стадионов, на которых будут проходить матчи турнира в случае победы немецкой заявки. Страна, которая будет принимать чемпионат Европы 2024, будет определена в сентябре 2018 года. Напомним, некоторые матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года будут проходить в Мюнхене. Последний раз Германия проводила чемпионат Европы в 1988 году, а в 2006 в ФРГ проходил чемпионат мира. Прощальный подарок для уходящего президента Барака Обамы и примирительный жест для его преемника Дональда Трампа. Мексиканские власти экстрадировали в США Хоакина Гусмана по прозвищу Эль-Чапа, коротышка. В четверг один из самых известных в мире наркобаронов прибыл в Нью-Йорк. Это путешествие может стать завершением преступной карьеры Эль-Чапа. На протяжении десятилетий он руководил влиятельным картелем Синалоа, занимавшимся контрабандой наркотиков в США на миллиарды долларов. Гусман дважды сбегал из самых охраняемых тюрем в Мексике. В последний раз прямо из камеры, через специально вырытый полуторакилометровый туннель. Когда наркобарона вновь поймали, его не стали сажать в какую-то одну тюрьму. Чтобы избежать побега, коротышку постоянно перевозили. В нескольких американских штатах Гусману предъявлены обвинения в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. В мае мексиканские власти договорились об экстрадиции главы Синалоа в США. Но лишь при условии, что обвинение не будет требовать для него высшей меры наказания – смертной казни. В Лос-Анджелесе В мае премии она получила уже 20 статуэток People's Choice Awards. На этот раз она победила сразу в трех номинациях – любимая телеведущая дневного шоу, любимое комедийное сотрудничество и любимый голос в анимационном фильме. Единственное, что обрадовало бы меня еще больше, хотя не сильно, потому что я и так счастлива, это если бы за меня проголосовали животные. Я их обожаю, думаю, они знают, как сильно я их люблю. В номинациях «Любимый актер» и «Любимая актриса» наград были удостоены Райан Рейнольдс и Дженнифер Лоуренс. А Джонни Деппа зрители признали главной иконой кинематографа. Лучшим фильмом года и обладателем приза «Любимая семейная картина» стал анимационный фильм «В поисках Дори». Лучшим телесериалом пятый раз подряд зрители назвали «Теорию большого взрыва». Кроме того, обладателями статуэток в различных номинациях стали Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс, Марго Робби, Том Хэнкс, Роберт Дауни-младший, Дженнифер Лопес и другие. Двухмесячный детеныш красной панды, получивший несколько недель назад травму шеи, практически полностью выздоровел, уверяют смотрители зоопарка Торонго в австралийском Сиднее. Девочка по кличке Майя в настоящее время находится под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Она появилась на свет 20 ноября и первые пять недель жила с родителями. По словам смотрителей, для красной панды Амалы это был первый материнский опыт, и она успешно справлялась. Но вскоре ветеринары заметили на шее детеныша рану, которая могла угрожать здоровью. Каким именно образом Майя получила травму, неизвестно. Предположительно, ее случайно поранила мать, когда переносила маленькую панду, держа ее зубами за шею, как это делают многие млекопитающие. Сейчас маленькая панда почти поправилась и сильно выросла. Специально для Майи смотрители купили плюшевую игрушку, которая напоминала бы ей о родителях. По словам работников зоопарка, детеныш останется под присмотром ветеринаров еще как минимум на месяц, а затем его постепенно будут переводить в общий вольер. Красные или малые панды обитают на юго-западе Китая и в Гималаях. Этот вид внесен в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. По оценкам биологов, в дикой природе осталось менее 10 тысяч этих животных. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова